Детское меню, что сильнее всего подорожало и какими будут цены на школьные обеды. Бесплатную приватизацию садовых участков планируют продлить. Татарстан получит 55 миллионов на модернизацию промышленных предприятий. И Казань среди лидеров крупных российских городов, где зарплаты растут быстрее. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok и заменить дорогие продукты на что-то другое нельзя, говорят эксперты. Между тем в казанских школах цены на горячее питание не менялись. Школьные завтраки сегодня стоят 55 рублей, обед свободного выбора 73 рубля. И как пообещал столичный мэр, до конца этого учебного года цены останутся прежними. Наш стратегический запас и наши договора, которые мы заключили заранее, и в целом департамент питания, который мы располагаем, такими мощностями, обеспечит нам до конца учебного года сохранить цену на школьное питание в наших детсадах и школах. Бесплатную приватизацию садовых участков планируют продлить, а еще упростить оформление общей долевой собственности на общее имущество в садоводческих товариществах, а самим садоводам разрешить голосовать дистанционно с помощью мобильного телефона, например. Законопроект этот разработан при участии Росреестра. Напомним, на сегодня, 1 марта, срок бесплатного предоставления земельных участков членам садоводческих и огороднических товариществ закончился. Судя по поступающим в наше ведомство обращениям, мы понимаем, что многие татарстанцы, у кого нет никаких документов на садовые участки, переживают по поводу завершения срока бесплатного предоставления земельных участков собственности. Таким гражданам мы рекомендуем не торопиться с оформлением документов, а дождаться того времени, пока закон о продлении срока так называемой бесплатной приватизации не будет принят Государственной Думой и не вступит в силу. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме и предлагается продлить срок до 1 марта 2031 года. Сегодня в Татарстане около тысячи садовых обществ. Почти миллион татарстанцев считают себя садоводами и огородниками, и каждая третья городская семья имеет какое-то отношение к садоводству. В этом году на поддержку садоводства и огородничества выделено 550 миллионов, а последние пять лет – 2 миллиарда 750 миллионов. По мнению законодателей, новый закон позволит создать еще более благоприятные условия для дальнейшего развития коллективного садоводства в республике, повысить эффективность использования земли и увеличить объемы овощей и ягод со своей грядки. Татарстан в этом году от правительства страны получит 55 с лишним миллионов рублей на модернизацию промышленных предприятий. Всего федеральный бюджет выделит 3,7 миллиарда рублей на эти цели. На закупку нового оборудования, компенсацию по лизинговым платежам, подключение к коммунальной инфраструктуре – деньги эти получат 54 региона страны, которые выбрали по итогам конкурса. И, как ожидается, это позволит снизить затраты на модернизацию, простимулирует активность инвесторов и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности. Средние зарплаты, которые предлагают работодатели россиянам, выросли за год на 2522 рубля. Были 50 258 рублей, стали 52 780 рублей. Это данные специалистов Headhunter, которые проанализировали изменения средних предлагаемых зарплат в крупных городах страны и выяснили, что Татарстан оказался на шестом месте по щедрости работодателей. Казань продемонстрировала яркую динамику. Среди крупнейших городов страны столица Татарстана заняла шестое место по годовому приросту зарплат. Так, в марте 2021 местные компании в среднем предлагали 45 053 рубля, а в марте 2022 года 48 679 рублей. То есть увеличение составило 3626 рублей. При этом средняя зарплата в республике немногим меньше 46 324 рубля. А это уже данные Татарстан-Стата. Города-лидеры по годовому приросту зарплат. Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск. Там зарплаты выросли на 4,5-5 тысяч рублей. А вот меньше всего настроены поднимать зарплату работникам в Тольятти и Тюмени. Там зарплатные предложения подросли примерно на 1700-1400 рублей. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.